Мы продолжаем уроки нравственного богословия и продолжаем разговор о двух способах отношения к заповедям Божьим. В прошлый раз мы говорили о законническом отношении к заповеди Божьим, о том, что Христос Евангелие называют закваской фарисейской. И вообще, так говоря, большинство людей, потому что это проще, потому что это для падшего человеческого сознания понятнее, потому что это легче воспринимается падшим человеческим разумом. Тут не надо напрягаться, все просто. Многим кажется, что вот именно таким образом и исполняется Евангелие. И если мы посмотрим свое сердце, если мы посмотрим вокруг себя, мы увидим именно это отношение к евангельским, уже конкретно евангельским заповедям. Но это так говорится, что вот мы так относимся к евангельским заповедям, мы исполняем евангельские заповеди, а когда мы рассмотрим, ну поскольку с точки зрения Евангелия нельзя рассматривать других на самом деле, то посмотрим себя, мы увидим, а что, собственно говоря, я считаю евангельскими заповедями. И мы увидим, что обычно речь идет о том, что надо делать добро, надо любить людей, надо причащаться, исповедоваться, соблюдать посты и молиться Богу. Ну вот у кого-то вот этот перечень будет чуть-чуть отличаться, вот меньше будет в нем пунктов, у кого-то будет больше, но по существу вот этот набор будет вот такой. Почему я на этом настаиваю? Потому что в этом вот наборе точно нет, например, заповеди о, скажем, том, чтобы не осуждать людей. Мы знаем о ней, но вот когда мы оцениваем сами себя, что мы считаем заповеди, вот то, что мы считаем исполнять заповеди Божьи, заповеди Евангелия, вот в нашем перечне заповеди не суди не будет. В нем не будет, например, заповеди блаженной кроции. Мы тоже знаем об этом, но вот оно куда-то вот денется, эта заповедь. Не будет обязательно в этом перечне, скажем, молитесь за врагов ваших, благословляйте гонящих вас, а не проклинайте. Не будет этой заповеди. Не будет также и слов о том, что будьте совершенны, как Отец ваш небесный совершенен есть. И очень многих других заповедей, которые действительно составляют сердцевину Евангелия, не будет. Вот, хотя бы те же самые вот заповеди блаженств, о которых мы тоже поговорим. Вот, не будет этих пунктов в нашем представлении о том, что мы считаем исполнять заповеди Божьи. Но обязательно будет наше отношение к тому, что совершается в храме. То есть, ну хорошо это, если причащение и исповедь, но обычно это молитвы, посты и определенный, скажем, культурный компонент, которого, кстати, как раз в Евангелии почти и нет. То есть, имеется в виду, что вот не смотреть телевизор, не участвовать в каких-то там грешных мероприятиях, носить определенную одежду, исполнять нормы говиния, исполнять правила молитвенные и, разумеется, посты. Вот, то есть, чего, конечно, в Евангелии, если и есть, то написано совсем не так, как мы привыкли к этому относиться. Скажем, как раз пропостом сказано, что если ты постишься, ты должен явиться всем радостным, а не пасмурным. Если ты постишься, никто не должен знать о том, что ты постишься. Никто не должен об этом знать. Как только об этом узнали, ты потерял награду свою. Вот, ты не должен явиться постящимся перед людьми. Ты должен явиться постящимся перед Богом. И только перед Богом. Тогда это принимается. И в дополнение, скажем, слов пророка Исаии, можно еще и добавить, что пост представляется, как некое поприще для изменения отношения к ближнему, в первую очередь. То есть мы налагаем на себя такую езду, чтобы изменить отношение к ближним. Если пост каким-то образом оказывает давящее, подавляющее отношение на окружающих нас людей, то этот пост теряет цену, теряет смысл, теряет вот ту благодатную составляющую, ради которой, по идее, поститься-то и должно. И вот по этой причине мы по преимуществу к посту относимся неправильно. И поэтому, естественно, ничего, чаще всего ничего от наших постных трудов не получаем. Потому что получаем награду только, так скажем, как по слову евангельскому, если ты явился постящимся перед людьми, то уже получил награду свою. То есть люди тебя одобрили, люди тебя заметили, люди тебя оценили, люди покивали головами. Вот и есть твоя награда. Ты почувствовал, что да, ты молодец, ты герой, ты подвижник. Ну и все, другой награды никакой тебе за это не будет. Но вот именно в таком ракурсе мы никогда ничего не рассматриваем. У нас другое, хотя вот вроде бы об одном Евангелии говорим, об одних заповедях Божьих говорим, но когда мы внутрь себя смотрим и оценим, что там у нас есть и что мы называем отношением к евангельским заповедям, мы на самом деле, зная мы внимательно и читая Евангелие, бы увидели, что у нас совсем не евангельское отношение к евангельским заповедям. И вот чаще всего мы как раз относимся к тому, что мы в прошлый раз назвали закваской фарисейской. Мы напротив встретим в своем сердце, что мы надмиваемся, гордимся, злословим, раздражаемся, высокомудрствуем, ведем себя презрительно, высокомерно по отношению к некоторых людям, осуждаем, завидуем. Но при этом почему-то, мы знаем все это, мы же на исповеди об этом говорим, но при этом почему-то в глубине души убеждены, мы об этом, то есть вот какое-то у нас несоответствие получается, мы на исповеди, если мы вообще исповедуемся искренне, мы называем те страсти, которые мы владеем, которые владеют нами, но почему-то в глубине души мы убеждены, что несмотря на все это, мы исполняем евангельские заповеди, а все прочие, другие, которые не исповедуются, не причащаются, они эти заповеди Божьи не исполняют. Но по существу-то, это все, так скажем, больше эмоций, а по существу-то сам евангельский принцип отношения к евангельским заповедям, он принципиально другой, он совсем иной, он вот не такой, то есть, так вот еще раз подчеркну, евангельское отношение к евангельским заповедям другое. Вот Христос говорит, «Если вы выполните все, что вам повелено, говорите, мы рабы ничего не стоящие, что должны были сделать, то и сделали». Или по-славянски это звучит еще интересно, мы рабы неключимые, вот, то есть, никакой заслуги, никакой награды, никакого, так скажем, особенности. Христос приводит такой образ. Если господин, слуга встретил господина, снял с него обувь и приготовил ему ужин, то он сделал то, что должен был сделать, что он особенного сделал, для того он и слуга. Вот если он этого не сделает, он будет наказан, как недотеп. А если он сделал, то хорошо, да, конечно, ему похвалят, молодец, если он угодил своему господину, но по существу-то раб не считает это наградой. Он служит своему господину, потому что он его любит. И в этом его долг. Он обязан заботиться о господине, обязан творить его волю. Он не ждет от него похвалы. Для него радостью является само служение своему хозяину, само служение своему господину. Он любит и служит, и для него это выражение его заботы и любви. Именно в этом ключевая разница между слугами господина, которым хозяин дает таланты по мере его. Ведь те и тот, который получил 10 талантов, и тот, который получил 5 талантов, ведь они что сделали? Ну скажем, хорошее дело, мне дали 5 талантов, пойду-ка пущу это дело в рост, пущу в оборот, заработаю деньги, деньги верну господину, а прибыль она законно моя. Мне дали 5 талантов, я 5 талантов верну, и все. Никто у меня не вправе спрашивать больше. Так же думал и тот, который зарыл один талант. Он думает, один пойду и верну. Вот, что мне будет с того, что я вернул один талант? Сколько дали, столько и верну. А это была проверка на отношение к хозяину, а не на способности, скажем, к торговле. Ведь они вернули хозяину прибыль, которая законна их. Конечно, она в восточном мире, да и вообще, да и в западном мире, до какой-то поры до времени. Вот, и прибыль, которая получена на хозяйские деньги, она по совести возвращалась к хозяину. Вот, и в этом никто не видел особенного какого-то вещи, потому что слуга, раб, он считал себя одно с хозяином. И увеличение богатства хозяина, оно и ему было благом. То есть он не отделял себя от хозяина. Ну, дело мы в этой уже дебри влезать не будем. Нам важно другое. Они показали вот это свое отношение. Они вернули ему прибыль. Они умножили его добро. Они показали, что они думали о том, как бы приумножить его добро, как приумножить ему радость, как приумножить его некое, скажем, полноту, хотя его вовсе рядом и нет, и никто за ним не смотрит. Они думают о господине даже тогда, когда его нет. Они заботятся о нем даже тогда, когда он от них ничего не требует и не спрашивает. Они показывают, что его богатство – это их забот, его радость – это их забот, что нет для них большего счастья, большего наслаждения, чем заботиться о богатстве, о счастье, о радости своего господина. Зато они и получили то, что получили, эту награду, это утешение, это одобрение от Бога они получили, именно потому, что они показали свое отношение, чувство, не заслугу, не награды они ждут. Они показывают, что у них нет вообще иных целей, нет вообще иного настроения, иного желания, как заботиться о богатстве, о счастье, о благости своего господина. То есть, за исполнение заповеди Божьей, исполняющий эту заповедь, не ждет никакой похвалы. Он сделал эту заповедь для того, чтобы сделал. Сама исполнение, некое служение в доме своего господина уже является похвалой. Вот в классическом русском романе 19 века такие, скажем, герои периодически встречаются. Вот как какой-нибудь Григорий из братьев Карамазовых, или там некоторые слуги из дома князей Балконских, или из дома Ростовых, для которых нет желания, скажем, быть вольными, нет желания уйти, освободиться, нет желания собрать себе собственный сундук. Вся их забота, все их служение, это попечение о доме, в котором они живут. Если им хозяин этого дома говорит, знаешь, я готов тебя наградить за службу, они искренне обижаются. За какую службу само служение тебе уже есть награда, само исполнение святое своего служения уже мне приносит заповеди, то есть приносит благодать. И мы увидим, разбирая заповеди блаженства, что именно вот такое отношение включено вот в это представление о том, что такое, что стоит за выражением блаженны, скажем, нищие духом, яко теи наследут царство небесное. Вот вот это вот само выражение блаженны, что оно означает. То есть человек, творящий заповедь Божия, он не ждет похвалы само осуществление какого-то служения в дому Бога своего уже есть радость, и человек это уже прочитает за честь и за благо. И вот это слово не ключи мы, то есть вряд ли кто-нибудь в дому Божьем сделает все так, как должен. Даже если исполните все, что вам заповедано, и тогда говорите, что мы ничего особенного не сделаем, если даже вы сделаете. А кто может сказать, что он сделал все, что велел ему Бог, что он исполнил всю волю Божью и никогда не думал о своих желаниях, о своей воле, о том, что ему сделать, какое ему счастье или радость получить каким-то образом. То есть получается, что никто из людей не может сказать, что он сделал все абсолютно как надо, сделал кое-что и как не надо, а если как не надо, значит провинился, значит неусердно творил волю Божью, по слову пророка Иеремии, страшным вообще-то говоря, слову, проклят всяк, делающий дело Божье небрежно, небрежно, и не то, что не делающий волю Божью, а тот, кто творит волю Божью, небрежно, одного этого слова достаточно, чтобы понять, что все, что мы делаем, мы делаем недостаточно хорошо, то есть либо мы в нашей жизни творим свою волю, изредка, изредка, хотя мы должны творить только волю Божью, потому что мы живем, как говорит апостол Павел, что кто живет для Господа живет, кто умирает для Господа живет, умирает, поэтому живем ли мы, умираем всегда Господни, у нас нет ничего своего, у нас есть только, должна быть только воля Божья, но мы эту волю Божью творим только иногда, то есть мы периодически служим своим желаниям, амбициям, прихотям и страстям, но иногда забегаем вот в усадьбу нашего хозяина, чтобы сделать хоть чуть-чуть из того, что нам поручено, а вось никто этого не заметит, что мы на самом деле 90% времени тратим на приумножение своего богатства, а не дома своего господина, но это ладно, но даже то, что мы делаем для Божия, для Бога, мы делаем некачественно, небрежно, равнодушно, неусердно, уныло, как-нибудь, не с полной самоотдачей, больше похоже на того человека, который зарыл свой талант в землю, вот настолько иначе отличается евангельское отношение к евангельскому заповеди, но есть в Новом Завете такие заповеди, которые в принципе не допускают фарисейского кривотолка, так скажем, фарисейского истолкование, фарисейского отношения, к ним просто, ну невозможно по-фарисейски относиться, они в принципе, так скажем, прививка против фарисейства, но именно эти заповеди мы, хотя и знаем, вот парадокс такой, мы знаем, мы их слышим, они не на периферии евангельского текста находятся, но мы в обыденной нашей практике, я даже не скажу, так скажем, житейской практике, а даже в обыденной духовной практике мы об этом забываем, ну какие-то заповеди, вот скажем, я бы выделил две, первая заповедь это разумеется не судите, не судите никого, не судите никогда, никого никогда не судите, но мы и чем, как нам кажется, более духовными мы становимся, тем больше и судим, и судим, и судим, и чем больше помолились, тем больше чувствуем силы судить, 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 если мы раньше судили грешников, окаянных, то теперь потом подрастя немного судим священников, еще немного помолившись, почитавши, попастивши, мы начинаем судить епископов, а уж когда совсем великий пост, с великим подвигом провели и много-много молитв Иисуса прочитали, но теперь уж понятно, можем патриарха судить, и даже святых судить, и вообще всех судить, потому что мы же лучше знаем, что такое духовная жизнь, мы лучше знаем все особенности церковной жизни, и мы судим безотчетно, нагло, с наслаждением, с уверенностью в собственной безнаказанности, с уверенностью в том, что мы имеем на это право, и никто не имеет права нас за то, что мы судим, критиковать, кто вы такие, чтобы меня судить, а вот я, я могу судить всех, и сколько человеку не говори о том, что ну вот заповедь такая и есть, что если ты судишь, то и тебя судят, человек не понимает, нет, вот он он уже настолько увлечен представлением о духовности, что он вот эти заповеди свои не, заповеди евангельские уже не воспринимает, и если бы пришел, скажем, Христос, и вот этому человеку бы сказал, что знаешь, дорогой, ты вот ошибаешься, наверное, и вот этого человека я принимаю, этот человек творит волю мою, хотя ты этого не разумел, человек был бы очень удивлен, а может быть и возмущен, и кто знает, что было бы дальше, но вот это первое, а второе, на что нужно было обратить внимание, тоже заповедь, которую по-фарисейски невозможно истолковать, и фарисейски к ней относиться тоже невозможно, заповедь друг друга тяготы носите и таким образом исполните закон Христов, то есть терпеть все немощи наших ближних, в том числе и то, что они осуждают всех, включая и епископов, и патриархов, и меня лично, там, скажем, живущего рядом с ним, терпеть, нести тяготы, покрывать молитвой, милосердием, любовью, вот, что такое закон Христов, носить тяготы другого, носить немощи другого, терпеть его недостаточность, его озлобленность, его бездуховность или ложную духовность, вот это христианство, и по-фарисейски этому невозможно отнестись, фарисей они ведь осуждают всех недостаточных, всех под его мерку неподходящих, а тут, чем более духовный человек, тем больше немощи, немощных людей он должен нести, чем больше он, чем ближе он к Богу, тем больше его окружают немощных людей, возлагающих на него свои болячки, немощи, трудности и так далее, но ведь и Христос так вел себя, он же не судить нас пришел и не обличать, он понес на себе грех мира, и всякий идущий за ним может идти именно таким образом, чтобы подставлять свое плечо, свою спину под тяжести грешного этого мира, нанеся его с молитвой и милосердием к павшим, к падшим, к падающим, к жестоким, скверным и так далее. То есть, вот сам принцип евангельский другой, не превозноситься ни над кем, не судить никого, а исполняя все более и более заповеди божьих, все шире делать свою спину, все шире делать свое сердце, вмещая туда и в молитве покрывая весь этот мир грешных людей. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова